Слава Богу, что в Грузии 3 миллиона населений. Слава Богу, там вот это все, ужас закончился как бы быстро и я больше чем уверен, что в ближайшие годы, вот полтора-два года, с Божьей помощью, если ум опередит эмоции и к этому должно идти, там начнется, я думаю, разговор как минимум о том, что вернуть беженцев из Абхазии, вернуть в Абхазию, потому что это самый больной момент. Вот это будет первый шаг не то, что улучшению, а просто к цивилизованному мышлению, цивилизованному развитию, потому что когда в начале 90-х выгнали всех грузин из Абхазии, которые составили 67 процентов, по-моему, населения, а потом сделали референдум, это нечестно. Когда нечестно, это всегда заканчивается плохо и дали возможность завести те метастазы, которые, к сожалению, это недоработка России, а может быть это было специально сделано, чтобы разорваться, разорваться, сейчас надо это все склеить, поэтому если было бы в Грузии там 40-50 миллионов населения, конечно же, это было бы, ну, это, наверное, мировая война. Это было бы действительно страшно. Поэтому у Грузии из-за того, что она маленькая, комфортная и безгранично комфортная, и вы не забывайте, что на сегодняшний день из Абхазии люди свободно проезжают в Тобелесии, лечатся бесплатно, а, к сожалению, из Грузии, я не знаю таких случаев, что они могут приехать в Абхазию. Вот эта справедливость надо восстанавливать, самое главное. Когда ты восстанавливаешь справедливость, все становится на свои места. Вот первый шаг, допустим, что касается российско-грузинских отношений, не на зло, а просто справедливость. Всех беженцев, которые посчитают, нужно вернуться в свои дома, там могилы их предков, они там, они веками там жили, это их земля. Так же, как и земля абхазцев. Боже упаси, о чем речь? Специально было это, чтобы не в Абхазии было дело и не в Южной Осетии, чтобы Грузию с Россией просто столкнуться. Две православные страны, они этого добились, но надо сейчас это исправлять. Там победителей нет, мы все пострадали, мы все проиграли. И это надо склеить. Что касается Украины, там, конечно, гораздо сложнее. Потому что, как я вижу, как я вижу, что там идет очень большой обман. И те люди, которые, допустим, считали, что они нереально преданы своей стране, и они делают правильные шаги, правильные вещи, я думаю, что они сегодня-завтра поймут, что их обманули. И как это дальше разворачиваться? Потому что там, она большая страна, Украина. Я не знаю, что будет с Украиной. В первую очередь, там должно утихнуть брожение внутреннее, которое сейчас начинается и начинается. Здесь даже не надо вмешиваться, там уже само запустилась эта ситуация. Там слишком, там, сотни тысяч людей имеют оружие. Вы не знаете, что это такое. И не дай Бог это когда-нибудь, что случилось бы в России. Не дай Бог. Сотни тысяч людей держат оружие. Это оружие им приносит и моральное удовлетворение, и материальное. Вот как ты им заставишь сейчас это все сложить, завернуться, и все, они оденут галстук, и пойдут в офисы и так далее, и так далее, там на стройку или кто-то. Вот это самое-самое ужасное, которое запустили. Точно так же запустили на востоке ИГИЛ. Как ты хочешь сейчас их остановить? Их надо всех перебить. Как ты? Всех же не перебьешь. А их в разуме тем, что они всех убивают. Кто им не нравится, они ни с кем не разговаривают, просто уничтожают. Вот. И не дай Бог сейчас, если это случится на Украине, опять еще больше. Хватит тех детей, которые в Новороссии, там в Донецке, Луганске, там в подвалах живут. Они не знают другой жизни. Это уничтоженная страна. Они уничтожили своими руками, своими амбициями, своими... Я настолько люблю Украину, вы даже не представляете. Я всегда радовался, когда я туда ехал. И я всегда вот... Действительно, у меня было такое вот, как мед просто вот на душе. Сколько раз я приезжал? Я 90% слышал русскую речь. Создать что-то против или на зло кому-то никогда не заканчивается хорошо. Вот поэтому это надо всем понимать, что на зло кому-то я ничего не построю. Если что-то даже попытаюсь, это сразу разрушится. Потому что надо всегда верить в Бога, а не в сатану. К сожалению, это очень надолго. Очень надолго. Я не знаю, как все это закончится. Просто я знаю одно, что оно уже плохо. Оно уже все плохо. Ну, хуже, что может быть. Хуже, если, не дай Бог, атомная... Начнется война и всех умеет. А хуже, что может быть, что сейчас на Украине? И спросите у этих людей, которые там каждую секунду ждут взрыва в своем доме. Вот. Поэтому хуже ничего не может быть. Это очень неблагородно, как ведут себя люди в отношении друг друга. Вот. А что все остальное? Россия должна быть очень сильной. Очень сильной, чтобы у многих не было соблазнов что-то там заигрывать как-то. Любишь ты Россию. Ненавидишь ты Россию. Это как ты относишься. Но ты должен одно знать, что с Россией нельзя воеваться. Если ты это понимаешь, ты себе не навредишь. Вот они только сказали А, и Крым потеряли. Валяю. Я знаю. А я знаю. Продолжение следует...